Всем привет! В сегодняшнем видео я открываю новый раздел на своем канале, который будет называться физиология пауэрлифтинга. Обсуждать мы здесь будем физиологию человека применительно к пауэрлифтингу. У каждого рано или поздно встает вопрос, как можно улучшить свои физические показатели за счет изменения внутренних процессов в своем организме. Так вот эта рубрика как раз и призвана дать ответы на эти вопросы. Меня зовут Алексей Копылов и сегодня мы будем разговаривать о центральной нервной системе. Поехали! ЦНС является ключевым звеном нашего организма, который собирает информацию со всех частей тела. Данная функция делает ЦНС неким логистическим центром, который на основе собранной информации принимает решение о том, как дальше будет функционировать наш организм. Если раньше кто-то интересовался, как работает эндокринная система, то наверное он уже знает, что она работает исходя из тех сигналов, которые ей посылает гипоталамус. Если выражаться более конкретными понятиями, то уровень нашего тестостерона напрямую зависит от того, как этим распорядиться гипоталамус. Гипоталамус же в свою очередь является элементом промежуточного мозга, а также центральным звеном нашей нервной системы. Нервная система в организме человека представлена спинным и головным мозг. Спиной мозг представляет собой не что иное, как нервную трубку длиной примерно 45 см, которая поделена на 31 сегмент. Таким образом, наше тело от шеи до копчика поделено на 31 этаж. За функционал каждого этажа отвечает отдельный сегмент в нашем спинном мозге. Головной мозг имеет более сложную структуру. Интересовать нас будет прежде всего гипоталамус и таламус. Это ключевые элементы промежуточного мозга, об этом я уже говорил ранее. Таламус, в свою очередь, занимается фильтрацией информации, которая в дальнейшем поступает в гипоталамус. И если функции таламуса нарушены, тогда в ваш гипоталамус может поступать слишком много информации, что, в свою очередь, может привести к сбоям в работе различных органов. Тут также стоит упомянуть, что гипоталамус имеет два эндокринных отростка, одним из которых является гипофиз. Ну, а работа гипофиза напрямую связана с тем, какой уровень тестостерона будет в вашем организме. Здесь можно сделать вывод о том, что центральная нервная система – это ключевая структура нашего организма. И именно она способна сделать из вас сверхчеловека в том случае, если она будет функционировать правильно и вы будете сообщать ей нужные сигналы. Ну, либо значительно снизить ваши физические показатели, если вдруг в какой-то момент ей покажется, что в нашем организме наблюдается какой-то сбой. Здесь также стоит упомянуть, что функциональной единицей центральной нервной системы является нейрон. Именно посредством нейронов выстраиваются все связи между частями нашего тела и спинным и головным мозгом. Количество нейронов – не строго ограниченный параметр. А это значит, что у кого-то может быть больше нейронов, у кого-то меньше. Ну и, соответственно, нейросети у разных людей развиты неоднозначно. Здесь также стоит сделать небольшую ремарку, что чем больше у вас нейронов, соответственно, тем больше информации они поставляют в таламус и тем больше информации получает ваш гипоталамус. Ну и если функционал ключевых элементов вашего промежуточного мозга не позволяет обрабатывать такой большой объем информации, в какой-то момент времени вы просто устанете и, возможно, если мы говорим применительно к спорту, у вас может наступить перетренированность. Если у вас есть предпосылки к гиперактивности или к синдрому дефицита внимания, бороться со всем этим нам помогают ноотропы. Ну а что такое ноотропы и как их применять, я расскажу в своем следующем видео этого раздела. Меня зовут Алексей Копылов и я делаю пауэрлифтинг понятным и доступным. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok